МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Для съемки этой передачи мы приехали в Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева. Ну, попросту, Тимирязевскую академию. Здесь, как в Греции, есть все. И поля, и теплицы, и роскошный парк. Но главное, люди, которые накопили огромный опыт. Вот ради этого опыта мы, собственно, сюда и приехали. Знакомьтесь, доцент кафедры овощеводства Анастасия Владимировна Константинович. Я не ошибся? Нет, очень правильно. Мы с Анастасией знакомы, на самом деле, давно, с 2004 года. Тогда она была совсем еще аспиранткой, а сейчас доцент. Представляете, за эти годы сколько она узнала такого, что и вам полезно было бы узнать? Настя, с чего начнем? Начнем, естественно, с посева. С посева овощных семян на рассаду. Мы, наверное, безнадежно опоздали, но этот опыт вам пригодится и в будущем. Ведь с этими знаниями опоздать, на самом деле, невозможно. Какие культуры мы уже опоздали посеять, а какие еще нет? На самом деле, опоздали с посевом семян баклажана, перца. Вот с томатом-то еще можно и успеть. Вы имеете в виду те томаты, которые сзади нас? Ну, сзади нас-то это да. Конечно, мы тут уже опоздали намного сильнее. Мы встали специально здесь для того, чтобы вы видели, что можно вырастить из семян. Но такие томаты, разумеется, это промышленная технология. Мы же будем вам рассказывать о том, что вы в своих условиях можете сделать своими руками. Для того, чтобы посеять томаты, нужно правильно, во-первых, подобрать сорта в первую очередь. Вы должны определиться, что вам нужно. Сорта подбираются ведь для конкретных условий. Если у человека есть большая теплица, это одни сорта. Маленький парник, который обогревается только солнцем, так? Да, это другие сорта. А ведь есть еще сорта для открытого грунта. Да. Я должна объяснить вам, чем же они отличаются. Объясните нашим зрителям. Отличаются они тем, что сорта, предназначенные для теплицы, они, как правило, высокорослые. Они могут достигать высоты полтора, даже двух с половиной метров. Это так называемые недетерминированные сорта. Или более правильно, индетерминатные томаты. То есть те томаты, которые имеют неограниченный рост. Для парников и для открытого грунта используют детерминатные томаты. То есть те, которые имеют ограниченный рост. И их высота может достигать метр, а в открытом грунте 50-70 сантиметров. Во-первых, это удобно для ухода, это раз. А во-вторых, детерминатные томаты и супердетерминатные томаты, они раннего срока созревания. Ведь они требуют подвязки, а это элемент неудобств. Супердетерминатные томаты не требуют подвязки. Они формируют плотный кустик, который стоит в вертикальном положении в течение всего сезона. И на них практически одновременно созревают все плоды. Ну а как не сделать ошибку? Как вот выбрать именно эти семена, чтобы потом не иметь проблем? На пакете, как всегда, все это написано, да? Ну, как правило, с обратной стороны пакета всегда написано. Какой это тип? Детерминатный, индетерминатный. И для каких условий он предназначен? Для теплиц, для парников или для открытого грунта? Вот видите, друзья, давно уже прошли времена, когда вы просто приходите и говорите, дайте мне самые лучшие семена помидоров, ну, томатов, по-русски говоря. А откуда эти растения-то взялись у нас? Ну, на самом деле, растения томаты, несмотря на то, что мы привыкли к этой культуре, считаем ее... Своей. Да, своей, и которая достаточно давно используется в пищу, всего лишь 200 лет назад ее начали использовать в пище. А во многих странах она очень долгое время была под запретом. То есть запрещали использовать томаты наравне с посещением театров, кино и чтения различной литературы. Зачем их тогда вообще из Америки привезли? Наверное, для красоты. Все сначала выращивается в ботанических садах и используется на букетике. На самом деле, действительно так. И в России их выращивали в горшках на подоконниках. В качестве декоративных растений они были маленькие по размеру, всего лишь 30-40 сантиметров цвелей, образовывали маленькие кругленькие красные плоды. Томаты удивили европейцев своей яркой, ядовитой раскраской. Считалось, что они сами по себе ядовиты. Настя, расскажите, как же их использовать в пищу-то начали? Ну, на самом деле, начали их использовать в пищу французы. Один из поваров Наполеона приготовил ему блюдо, которое называлось цыпленок под томатным соусом. Что, Наполеон рисковал жизнью и первый во Франции попробовал? Да, и, к счастью, ему это очень понравилось. После этого, естественно, и в России переняли моду, как и во всем остальном, во Франции использовать из Франции различные блюда и одежду и тому подобное. Мы уже опоздали с посевом семян для теплиц, но для того, чтобы вырастить рассаду для открытого грунта, самое время. Покажите, как это сделать и как не сделать при этом кучу ошибок. Ну, на самом деле, нужно сначала подготовить емкость, где вы будете выращивать сеянцы, потому что рассаду, посев семян проводят не сразу в горшке, как многие думают, а сначала высевают их в школку сеянцев, более правильно так называют. Ну, для этого используют теперь пластиковую посуду, она хорошо моется, экологически чистая. Да, и перед тем, как ее использовать для посева, желательно ее продезинфицировать, для того, чтобы в ней не остались возбудители болезней или насекомых. Ну, а просто вымыть мочалкой с мылом, этого достаточно? Этого достаточно. Ну, для особенно усердных можно, конечно, обработать и марганцовкой. Самое важное, наверное, не только лоток, но и субстрат. Субстрат, да. К сожалению, субстрат не всегда попадается качественно, поэтому лучше всего покупать его в магазинах, которые имеют промышленную упаковку, а не просто пакетик какой-нибудь завязанный, потому что неизвестно, что в этом пакете насыпано. И желательно, чтобы прилагался сертификат для торфа. В основном для посева используют действительно только верховой торф, который имеет нейтральное PH, и в нем, как правило, не содержится никаких элементов питания. Поэтому его искусственным образом добавляют комплексное удобрение, чтобы на начальных этапах развития растениям было достаточно элементов питания. Почему нельзя использовать низинный торф? Видите, торф торфу рознь. Низинный не годится, а верховой как раз то, что нам нужно. Низинный. Чем он плохо? То, что он имеет очень высокую степень засоленности. Засоленности? Да. Но он питательный, я слышал. Но его в основном используют в качестве эмульчирующего материала в открытом грунте. А вот это верховой торф? Верховой. Он волокнистый, вот здесь видны остатки растений. Сфаглума, скорее всего, даже. И получается, что именно этот торф и нужно искать? Именно, да. Верховой торф. Самое страшное, что вы можете сделать, это взять грунт с грядки, где уже были томаты или какие-либо другие посленовые культуры. Почему? Потому что как раз в этой земле и будет находиться возбудитель болезни, который присущ, во-первых, для всех растений семейства посленовых. Значит, считается, что в чистом торфе возбудителей болезни нет. На семенах, если их промыть и подержать в каком-нибудь растворе, вы сейчас скажете об этом, тоже не будет возбудителей. Таким образом, все будет чисто и здорово, да? Да. Так как нужно семена обработать, прежде чем посеять? Ну, на самом деле, семена производителей, которые производят семена в большом количестве, они уже сразу подготавливают их правильным образом. И если вы вскрываете пакетик и видите, что семена не характерного цвета, например, ярко-зеленого или ярко-красного, это означает, что семена обработаны. Семена овощей, цветов и других растений после сбора, очистки, сортировки перед тем, как заложить на хранение или распасовать по пакетам и отправить в магазин, протравливают. То есть обрабатывают специальными химическими веществами. На поверхность семян различными фирменными способами наносят фунгициды – препараты, препятствующие образованию плесени. С плесенью необходимо бороться, потому что пораженные ею семена теряют всхожесть. Важно знать и всегда помнить, что эти вещества токсичны не только для плесневых грибов, но также для людей и животных. По этой причине семена, предназначенные для посева, ни в коем случае нельзя использовать в пищу. Нельзя варить из них кашу, печь хлеб или готовить пророщенное зерно. Их даже нюхать небезопасно, в особенности аллергикам. После работы с обработанными семенами руки и лицо необходимо тщательно вымыть. Фунгициды и после посева какое-то время защищают семена, но позже в почве они разлагаются без остатка. Урожай овощей, выращенный из обработанных фунгицидами семян, совершенно безопасен. Ну вот видите, собственная обработка семян уже ушла в прошлое. Оказывается, все семена изначально обработаны. Ну отлично. Вот мы взяли семена, субстрат есть, лотки есть. И ваш опыт замечательный имеется. Покажите, как все это совместить, чтобы все это было наилучшим образом. Для того, чтобы правильно посеять семена, нужно правильно набить лотки. То есть здесь перед вами лоток, в котором правильно он набит, и второй, который неправильно. В чем различие? Обратили внимание, что есть расстояние небольшое от края лотка до начала субстрата. И здесь практически вровень. Почему нельзя делать абсолютно вровень? Прекрасно, вровень. А после полива субстрат осядет? Ну он осядет совсем на чуть-чуть. И когда будут появляться всходы, то они могут прилипнуть к укровному материалу, которому будем покрывать лотки. Вот он, укровной материал. Этот лист пластика ведь неспроста здесь лежит. Это может быть и стекло, и пленка, и что-нибудь еще, да? Да. Лишь бы прозрачное было. Естественно, перед посевом нужно обязательно хорошо пролить субстрат, потому что семена могут взойти только во влажных условиях. То есть для появления всходов необходимо два условия – влажность и температура. А почему нельзя полить после посева? Ну, потому что мы их размоем. Вот на вашей лейке нет ситечка. Наверное, это... Не совсем правильно. Традиционный прием. Ну, покажите, как вы выйдете из положения, на самом деле. Очень просто. Что, вот так много? Да, потому что субстрат, он должен быть полностью-полностью промочен. Почему полностью? Если пролить только верхний слой, то он очень быстро пересыхает. И поэтому придется дополнительно поливать семена еще до появления всходов. Так, здесь есть дырки. Это не дырки, это дренажное отверстие. Ну, простите за профессиональную ошибку, что же делать? Кстати, они обязательно должны присутствовать в любой емкости для выращивания растений. Почему так? Если накапливается излишняя влага, то это не очень хорошо для корневой системы, она начнет задыхаться. А если есть дренажное отверстие, то это означает, что излишняя влага может выходить. Ну, а воздух должен поступать через эти отверстия? Воздух никак не поступит. Значит, в этом нет необходимости. Вот огромное количество воды, которую вы налили, волшебным образом впиталось в торф. И снизу ведь ничего не вытекло. Это свойство торфа накапывает воду в огромных количествах. Но если торф, я слышал, высохнет, то размочить его будет практически невозможно. Практически нереально, особенно если торф имеет разные свойства. Есть торф, который имеет крупные волокна, и есть торф, который имеет мелкие волокна. Вот если крупноволокнистый, его еще реально размочить. А тот, который имеет маленькие волокна, маленькие частички, он, в принципе, превращается в один сплошной комок, как камень. Насколько я понял, это торф с самыми мелкими частицами, какие только возможны. Это самая мелкозернистая фракция торфа, так ведь? Да. И это уже, наверное, не просто торф, а готовый субстрат с удобрением? Да, с добавлением удобрений. Вот берегите с подделок. На самом деле это очень важно. Потому что если вам попадется что-то не то, то посев семян не получится. Торф состоит из комочков, содержащих волокнистые остатки болотных растений. С помощью просеивания на решетках его можно разделить на разные фракции. Для выращивания растений в горшочках требуется торф, состоящий из мелких частиц размером до 5 мм. Для устройства огородов и газонов требуется средняя фракция 5-15 мм. Деревья, кустарники и многолетние растения лучше сажать с использованием торфа в самые крупные фракции 15-30 мм. Нейтральный верховой торф мелкой фракции, в которой добавлены удобрения, называют готовым субстратом. Проверить в нем качество и количество удобрений без сложных анализов нельзя. Поэтому выбор качественного субстрата – непростая задача. Нужно остерегаться подделок. Плохой субстрат может быть причиной многих проблем. Вот, насколько я понимаю, это семена томатов. Но они нормального цвета. Как догадаться, что они уже обработаны? Доверять? Да, доверять производителю. На самом деле, в пакетике вы очень часто можете встретить семена совершенно не такого цвета. Они могут быть просто оранжевого цвета. Почему так? И они могут быть еще как шарики, я слышал. Ну, это если их дрожжируют. Но на самом деле, семена томата редко дрожжируют, потому что они достаточно крупные. Сейчас семена на поверхности имеют маленькие ворсинки. И есть такой прием подготовки семян, но это у семеноводов, когда семена шлифуют для того, чтобы они не слипались друг с другом. И они тогда имеют ярко-оранжевую окраску, то есть такие абсолютно лысые. Перед посевом необходимо выровнять поверхность, чтобы она была практически идеально ровной. Это можно сделать рукой, это можно сделать любым способом. Главное, чтобы это действительно было ровно. Настя, но вы не просто выравниваете, вы еще ведь уплотняете. Все заботятся о том, чтобы субстрат был очень рыхлым, а вы это все наоборот делаете. Это не случайно, конечно. Это не случайно, потому что должен быть очень плотный контакт между семенем и субстратом. Почему так? Если будет воздух между семенем и субстратом, то, что появляется в самом начале маленький корешочек, он должен сразу соприкоснуться с субстратом. В этом случае вы тогда получите быструю схожесть. И семена что, останутся прямо на поверхности? Ну, посеете, как вы это делаете обычно? Обычно проводят посев по поверхности. Никаких дырочек, никаких бороздок, ничего этого не нужно. Но если вы хотите, конечно, вы можете сделать бороздки и каждое семя разложить на расстоянии друг к другу, там, полтора-два сантиметра. Но, в принципе, этого не нужно делать, потому что здесь семена будут находиться очень маленькое количество времени. То есть от появления всходов до появления первого настоящего листа. А присыпать необходимо? Необходимо. Не все семена прорастают на свету. Кстати, семена семейства посленовых, всех культур, они прорастают только в темноте, в абсолютной. Ага. Вот это тот секрет, возможно, ради которого стоило бы уже приехать. Присыпают их совсем немного. То есть только чтобы семена были прикрыты сверху. И опять же сверху уплотняют. Но глубина заделки здесь никак не больше полсантиметра. Это точно. Намного глубже не нужно этого делать, иначе будем очень долго ждать появления всходов. Следует помнить, что даже небольшие заморозки губительны для томатов. Поэтому рассаду высаживают в грунт тогда, когда воздух прогреется как минимум до 10 градусов. Примерно через три недели после последних заморозков. Томаты также можно сеять и в открытый грунт. И в этом случае главное условие – высокая температура. Семена взойдут, когда за окном будет стоять благоприятная погода и будет тепло не ниже 24 градусов. При выращивании рассады в открытом грунте используйте стимуляторы роста. Само слово «томаты» произошло от названия «райские яблочки». А я слышал от туземного слова «томатиль» там, в Центральной Америке. Ну, это во времена ацтеков они их так называли. В принципе, слово «томат» так и произошло. «Томатиль». А это раз слово «помидоры». «Пом» и «оры» – это золотой яблочко. А, кстати, почему золотой яблочко? Несмотря на то, что томаты все-таки имеют красный цвет. Изначально томаты были желтого цвета и были прозрачные. Ну, а теперь новые сорта тоже бывают и желтого цвета, и даже почти черного. Но все-таки к делу. Вот я вижу бутылку, которая используется явно не по назначению. Там совсем другие семена. Там совсем другие семена. Это семена семейства тыквенных и это кабачок. Также вы помните, что к семейству тыквенных относится огурец. Я уже перескочил на другую культуру. Это тыквенные. А сейчас мы сеяли посленовые. Вот похожие на томаты растения – это какие? Перец, баклажан. Вы, конечно, приготовили эти семена? Естественно. Вот, попробуйте разобраться. Но семена перца легко отличаются от всех других. Это самое крупное семейство посленовых. Они имеют неровную поверхность, как будто бы на них находятся бугорки. И они, как вы говорили, лысые изначально. Да, изначально. У них нет ворсинок. Семена баклажана, они несколько мелкие, они несколько мельче, чем перец. Они имеют более темную окраску и практически ровные по поверхности. А вот в этом пакете что? Находятся семена огурца. Семена огурца. Семена огурца, я думаю, все легко отличают. Хотя очень часто их путают с семенами дыни. Я думаю, что дыни кто-нибудь тоже уже пытался выращивать на приусадебных участках. Но это возможно, опять же, только с рассадным способом. Потому что дыня настолько теплолюбива и имеет достаточно продолжительный период вегетации. Поэтому ее нужно только рассадой выращивать. Посленовые и тыквенные – это ботанические термины. Систематика растений – наука сложная и увлекательная. Но огородникам важно знать не все ее бесчисленные премудрости, а лишь основные положения. Посленовые включают в себя томат, перец, баклажан, физалис. В природе это многолетние растения. Но в огородах они используются как однолетние культуры. Они мелкосеменные, очень светолюбивые, требовательные к теплу и имеют длительный период вегетации. Чтобы получить урожай как можно быстрее, приходится всегда выращивать рассаду. Причем семена этих культур сеют раньше всех овощей. Основными тыквенными культурами являются огурец, тыква, кабачок, дыня, арбуз. Это однолетние, крупносеменные, требовательные к теплу, влаге и плодородию почвы растения. Семена часто сеют прямо в грядку, потому что тыквенные растения развиваются в ускоренном темпе и относительно быстро дают урожай. Посленовые и тыквенные культуры пришли к нам из Центральной Америки и Индии. Они совершенно не переносят морозов. Даже слабые заморозки убивают их. Сеять семена и высаживать рассаду на открытые грядки можно только после окончания весенних заморозков. В Подмосковье это 10-15 июня. Сбор урожая возможен до первого осеннего заморозка, если не использовать укровные материалы. Сейчас мы будем проводить посев семян огурца. Кассета с небольшим объемом, то есть буквально здесь 5 на 5 сантиметров, и глубина около 4,5 сантиметра. И там, конечно же, есть отверстие. Естественно, дренажное отверстие присутствует, как и везде. Это, кстати, очень важно для тыквенных культур, потому что тыквенные культуры не терпят переувлажненного субстрата. Хотя, несмотря на то, что они очень любят влажность почвы и влажность воздуха. Желательно это в центре ячейки делать. И по сколько семечек? По одному или по два? По одному. Потому что мы надеемся, что семена имеют практически 90% схожесть. Ну вот, насколько я понимаю, они на глубине сантиметра 2. Сантиметра 2 – это когда мы только их поместили в углубление, а затем мы должны это углубление еще и закрыть. И суммарная глубина остается такой же? Она уменьшается буквально на полсантиметра. Значит, полтора сантиметра. Полтора сантиметра – это максимум. А минимальная какая? Примерно она так и есть – полтора сантиметра. Если посеять очень глубоко, то, опять же, появление всходов намного замедлится. Если посеять намного выше, вы помните, как выглядят всходы огурца, это достаточно мощные семидоли, и поэтому растение может оказаться полностью на поверхности. Что недопустимо. После того, как провели посев, желательно тоже накрыть сверху или пленкой, или нетканым материалом, типа лутеросила, для того, чтобы сохранялась схожесть и сохранялась высокая температура. Я уточняю, никакого полива опять не будет? Нет, мы посеяли во влажные кассеты. Накрывайте. Но здесь нужно быть очень внимательным, потому что семена огурца прорастают гораздо быстрее, чем семена посленовых культур. Там было 3-4 дня. 3-4 дня это уже проклевываются семена. А если будет оптимальная температура, в пределах 24-25 градусов, то проклюнутся семена огурца могут уже на второй день. Они имеют какую-то особенность по сравнению с огурцами? Нет, они примерно сеются, стоят примерно так же, как и огурец. Единственное, что глубина посева несколько больше, потому что семена, как вы видите, достаточно тоже отличаются по размеру. Они практически в три раза крупнее. Поэтому глубина примерно 2,5-3 сантиметра. И когда же нужно начинать всю эту работу? Как все это спланировать грамотно? В первую очередь вы должны помнить, что растения томата высаживают не раньше 9 мая в защищенный грунт. В открытый грунт, когда растения высаживают уже на постоянное место, это проводят уже ближе к концу мая месяца, то есть это 25-30 мая или начало июня. Все зависит от весны. Все зависит от опасности заморозка. Но на самом деле с рассадой еще сложнее, чем с посевом, потому что рассада должна расти только в оптимальных условиях. А самое главное для них, если для посева, для появления всходов, это только температура и влажность, то для растений уже необходим свет. Так самое раннее, когда нужно сеять семена? Перец и баклажан обычно высевают в самых последних числах февраля месяца или начала марта. Для того, чтобы растения вырастить рассаду для теплицы, для своей весенней пленочной теплицы, посев проводят примерно 15-20 мая. Почему именно в такие сроки? Многие считают, что надо сеять уже перед 8 марта. Но на самом деле, если растение посеять раньше, то оно будет себя некомфортно чувствовать все то время, когда оно будет у вас находиться дома на подоконнике. И самая страшная ошибка какая? Опоздать или опередить саду? Я думаю, что большая ошибка, особенно на посленовых и тыквенных, это намного опередить события. Хотя для томата, в принципе, это не так страшно. А вот если перец будет себя чувствовать некомфортно в своих условиях, то, в принципе, это очень сильно отразится на его урожайности. В тыквенных культур их рассада должна быть намного моложе, чем у посленовых. Но тыквенный – это огурец, да? Тыквенный – это огурец. Может быть, по этой причине огурец сеет в открытый грунт непосредственно? Ну, чтобы получить более ранний урожай, можно вырастить несколько растений через рассаду. Скажите, какие самые важные ошибки можно было сделать в этой работе? Самая главная ошибка – это неправильный субстрат, недостаток в поливе или, наоборот, сильно переувлажнить субстрат. Потому что если будет сильно переувлажненный субстрат, то, что семена могут просто загнить. И правильно использовать пленку и проветривать при появлении всходов. Везет же студентам Хемерязевской академии. Им не нужно читать книжки, ну, разве что к экзаменам готовиться. Всегда есть преподаватели, которые подскажут вовремя, как не сделать ошибок. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok